коллеги вы узнаете эти три буквы и вот те тоже я думаю вы их узнаете мы на стенде замечательной компании и вы сейчас мы что-нибудь поварим я уже работал своей практике на и вы это был его им таву это было 10 лет назад сейчас у них титаны можете обратить внимание это источник с двумя подающими механизм то есть в один можно поставить проволоку к примеру 1 и 2 в другой миллиметр или 16 правильно понимаемых смог да у нас сейчас стоит черная проволока полнотелая и здесь перед нержавейка одновременно конечно же они работать не могут но по переменке да но одновременно и не надо это подразумевается пост на одного сварщика верно да сваришь не может двух рук варить поэтому вот на моей работе это было бы очень актуально потому что у меня заварка корня у меня два аппарата на одном 1 и 6 проволока на другом 1 и 2 вот мы 1 и 6 заливаем раздел 1 и 2 уже более красиво ложим облицовочный шов можно обойтись одним аппаратом с двумя подающими вера класс и неважно неважно какая здесь может быть стоять черный здесь может стоять алюминий и все равно и переключаться будет между соответственно между режимами источник уже будет сам переключаться если допустим для алюминия там одни спецпроцессы для черный других спецпроцессов включая допустим эту подающие у нас источник перестраивается именно на те отец какие процессы которые заложены чем проволока стоит подающие а как переключать между подающими одним нажатием кнопок да только нажать и кнопки все вот это горелка ваша горелка коллеги она видите с экранчиком да она во первых дисплеем где можно регулировать все можно регулировать дома сгорел сейчас максим покажет вот здесь 6 светодиодная подсветка видите она как раз подсвечивает место в ладке сейчас максим и вам покажет немножечко расскажет об этой горелке как этот процесс происходит здесь у нас идет переключение ампеража здесь вот допустим газ стоит в час 45 ампер мы можем увеличить соответственно если у нас подающий допустим свадчик стоит там в 20-30 метрах чтобы ему не бегать каждый раз можно на этой горелке переключить ампераж может переключить вольтаж длину дуги увеличить уменьшить длину дуги может увеличить уменьшить индукцию выбрать спецпроцесс сейчас у нас call dark допустим мы захотели в миг мак force arc любой процесс мы можем выбрать и соответственно мы можем выбрать программ данного аппарата на каждом спецпроцессе есть по 15 программ то есть можно поставить настройки и не сохраняться на свадчик соответственно может выбрать первую программу на миг маки у него будут одни настройки на второй у него будут тареи на 3 3 все пошло по кругу а ну и подачу про подачу провал тебя может выстрелить сейчас у нас стоит скорость подачи про скорость подачи провалки до коллеги видели это просто космос и дисплее достаточно информативный единственно вот это у меня смущает этот стекло с какой-то защитой потому что искры могут попадать все таки нет не зашал дают они не попадают сюда они попадают так но еще пару слов о самих какие тут возможны процессы процессы значит процесс миг мак обычная сварка полуавтоматическая естественно полуавтоматическая ей доступны стандарт обычный пульс и режим позицию долг позицию долг подразумевает себе режим с двумя импульсами которые уже программа зашиты в данное подающие точно такой же режим можно поставить на супер пульсе включая супер пульс но можно выставить нижний верхний ток но это если сварщик сам уже хочет если мы не устраивать позицию долг может делать то же самое здесь дальше есть режим force arc это глубокое проплавление данный режим начинает работать если у вас пробка 12 то это примерно с восьми с половиной метров подачи и на и про единички где-то в районе одиннадцати с половиной тире 12 метров до варитарк интересный режим он вышел из force arc подразумевает собой если у вас идет очень неудобное положение допустим если у вас фирму варите и вас упасть на стоит соответственно острый угол до острый угол и у вас горелка не доходит на большом вылете будет до 40 миллиметров может работать аппарат вылет прок может быть до 40 миллиметров и при этом качество шва никак не меняется до коллеги вы кстати спрашивали там комментариях как варить острый угол потому что проволока вылетает она начинает ловит брызгать до берем проблема решена все спрашивают а насколько можно дальше да можно больше сорока но там уже процесс становится более нестабильный и нежелательно мы пробовали как каждый русский человек а сколько он может выдержать мы по-моему 5 или 6 сантиметров уже начинает продать шоу помощи можно варить до 4 сантиметра шок стабильный он под так точно такой же как и при тавровом соединении то есть ничем не отличается режим root arc root от слова корень это именно режим для сварки корневой корневой прохода корня до формированиях очень хорошего и качественного обратного валика и причем такого красивого и режим cold dark это режим cold холодный для сварки тонких материалов то есть от единички до тому до трех миллиметров в принципе дальше уже можно работать в общем то можно и любые другие материалы смотреть но cold dark для сварки тонких металл в режиме двухтактный четырехтактный режим двухтактный специальный где можно настроить первичный ток и допустим ток заварки кратера это очень актуально при сварке алюминия заварка кратера даже пресс марка черных металлов тоже да конечно двухтактный специально включайте первичный ток допустим у вас материал холодный чтобы вас разогреть и на сварочную ванну разогреть поверхность даете увеличенный ток и принципе все класс вот и четыре так не специально но он то же самое что и двухтактный специальный только он работает как 4 так это кому как удобно допустим длинный шов один раз нажал отпустил в конце нажал отпустил все и в конце будет заварка кратера можно настроить же это тут наверняка есть уже до 5 режим это режим точечной сварки когда у вас можно настроить либо же по времени между наш вами либо сколько вы будете варить допустим вы варить 2 секунды представляете опять в принципе все дин динамика дуги у нас либо в минус либо плюс либо значит широкая дуга у нас будет либо сжатая мы в принципе на каждом режиме у нас доступны стандарт пульс и позиционал супер ну что поварим что-нибудь тогда давайте кстати не на всех аппаратах ну других фирм но на время есть режим когда можно проволоку наоборот тянуть назад назад да то есть задняя скорость до зажимаете две клавиши и у вас она видите значок да но знаете кстати коллеги очень актуальная тема я вот работаю на полуавтомате пол жизни и бывает часто она то в наконечнике залипнет проволока потом она отлипает раз полметра полки вылетает понимаете и и я как правило и просто откусываешь потерять время она отлетает все а здесь можно просто затянуть назад ну это будет экономить сварочные расходные материалы также смотрите значит режим сварки будем варить просто в бигмаке пока просто поварим есть две школы сварки одна учит по току другая по подаче проволоки кому как удобнее можно выбрать еще по толщине металла то есть сориентироваться можно по толщине металла если вдруг кто-то что-то не знает и в м в этом поможет и дай в дальнейшем можно уже с опытом уже понимать какой ток нам нужно варить мы будем 6 плюс 6 тоже можно ему указать толщину металла он сам все параметры выставка ну допустим смотрите мы будем варить 6 плюс 6 до соответственно мы прибавляем здесь энергетика соответственно у нас ток и напряжение будут расти пропорционально тому что мы будем удачи мы выставили 660 соответственно 210 ампер можно поставить чуть-чуть поменьше чтобы не было подрезов что шов был более качественный и не перегревать деталь допустим поставим где-то пускай будет даже 200 ампер по динамике пускай будет налей и по напряжению но пускай мы чуть-чуть увеличим дугу да это будем варить в пульсе у нас 200 ампер это еще это уже верхняя ступень переходной дуги то есть это у нас не струйная дуга но уже стремится к этому поэтому пускай чем это нам поможет нам сдаст эту струю струйный перенос все в принципе можно варить так парни пробуем а коллеги вот смотрите видите какой результат выдает великолепный полуавтомат если хотите идеальных швов вам прямо сюда надо прямо сюда красота да и только коллеги давайте вам вкратце расскажу что привезла компания и вы в этом году на велик 21 вот этот интересный очень аппарат он предназначен знаете для чего для размагничивания трубопроводов если вот хотите идеальные швы идеальный полный провар трубопровода с обратным валиком потому что как мы сказали в компании ивм из-за намагничивания металла бывает такой эффект что дуга начинает бегать с одной стенки трубы на другую из-за этого может образоваться брак именно когда проварка корня происходит коллеги вот смотрите как процесс происходит вот он кабель вот надо минимум 10 витков как мне сказали нам от наматывается на трубу на трубопровод который предполагается сваривать да включается аппарат он полностью снимает все напряжения с металла все намагничивание вот этим прибором как-то это замеряется я даже не знаю этот процесс происходит но уже это вживую ни разу не видел я вам просто показываю что привезла компания ивм на выставку в этом году до двигаемся дальше вот это коллеги аппарат для строжки для строжки в промышленных объемах видите какой здесь мощницкий держак но это судоремонт в основном судостроение там где много надо строгать металл да вот этот аппарат он может смолить круглосуточно любыми диаметрами угольных электродов в общем решает любые проблемы со строжкой а вот этот аппарат коллеги это очень интересный аппарат потому что меня в комментариях многие пытают как варить тонкий металл чем варить тонкий металл вот этот аппарат именно для этого и есть я не знаю как он работает но как мне объяснили ребята из компании ивм он работает с двумя типами газов в общем вот здесь создается такое поле из из-за смеси двух газов что позволяет каким-то образом сваривать металлы начиная от 0 3 миллиметров понимаете какие толщины но это совсем уже жесть видите коллеги здесь две шкалы ариометра и два газа сюда подаются и каким-то образом они создают в такой процесс я понятия не имею как это работает возможно мы как-нибудь напросимся к ребятам из его им они нам все это покажут на практике коллеги ну вы сами не меньше моего хорошо прекрасно знаете если вы хотите получить качественный шов электросварка особенно электродами с основным покрытием такими как лб они 1355 то надо покупать аппарат компании и вы все это знают прекрасно лучшее чем мы и в м инвертор и в м пика никакой аппарат вам не заварит электродами с основным покрытием вот этот пика 220 вот это самый распространенный вариант пика 160 он может поставляться вот таком кейсе в нем уже будет кабеля держак и масса да вот это коллеги аппарат для заточки вольфрамовых электродов для тик сварки это уже более профессиональная модель которая решает большинство задач большинство сварочных задач в любом таком небольшом скажем так производстве вот это коллеги вот это аппарат именно для аргонно-дуковой сварки для сварки тик видите какая тут шкала управления здесь я очень слабо понимаю как это все здесь работает могу просто понажимать вам показать как это все тут переключается здесь очень много настроек всяких разных понимаете очень много это надо изучать сидеть на два-три изучать мануал чтобы начать на нем только работы а вот к нему еще можно подцепить устройство подачи проволоки то есть есть специальная горелка для тех сварки и будет автоматически подаваться присадочный пруток понимаете он намотан точно так же как на полуавтоматических катушках и будет вот так импульсный и там настраивается под любую задачу любыми любыми рывками и импульсами подается сварочный пруток вот такие прекрасные но это сами знаете что мы на нем только что работали полуавтомат титан xq там был с двумя подающими это с одним подающим коллеги надеюсь я вам был полезен все вам рассказал про стенд замечательной компании ивм ивм коллеги это мой любимый бренд мой любимый бренд именно производства сварочного оборудования лучше чем аппараты ивм мне в жизни никакие не попадались как знаете говорят немцы за что не возьмутся они все равно майбах получается вот это из той же истории в общем парни давайте надолго не прощаемся сегодня первый день выставки уже подходит концу нас ждет нас ждут еще три насыщенных дня завтра мы еще пойдем тут есть стенд кэмпи есть стенд аврора все многие из вас моих подписчиков любят полуавтоматы компании аврора есть даже стенд компании сибора мне там один подписчик написал не вздумая рекламе сибора я не понимаю почему я ни разу не работал на сиборе ну мы пойдем посмотрим что они там представляют это уже будет завтра и послезавтра чем коллеги сегодня был очень насыщенный день на сегодня мы заканчиваем увидимся завтра или послезавтра для вас это время пролетит еще быстрее всем пока